В этом году День молодежи получил название «Фестиваль болельщиков». И неудивительно, что большинство интерактивных зон и площадок будут посвящены именно футболу и мундиалю. Все гости праздника смогут принять участие в футбольном боулинге, конкурсе на самый точный гол и забить мега-мяч. Также на центральной аллее стадиона «Икар» будет расположена фанатская мастерская, где каждый любой житель города сможет принять участие в мастерской и изготовить собственный атрибут болельщика. Ждут саровчаны традиционные, уже полюбившиеся многим площадки. Фестиваль красок, соревнования по средболу и BMX-шоу, проект «Танцующий саров» и множество других спортивных и познавательных площадок. Будет сыгран первый молодежный футбольный турнир «Саров молодой». Также будут исторические зоны, традиционно наши исторические зоны. Это молодежный проект «Саровский катильон», исторический городок Армир и еще очень интересная новая площадка. Это будет скандинавский футбол «Кубок викингов». Организаторы праздника постарались позаботиться обо всех жителях нашего города. Для тех, кто предпочитает спокойное времяпрепровождение, будут работать в зоне отдыха и настольных игр. Те, кто не проводит выходные без близких, смогут принять участие в конкурсе «Семья – лучшая сборная». А неравнодушных к защите окружающей среды приглашают присоединиться к экологической акции «Вместе ярче». И, конечно, все это будет проходить под знакомые многим песни. На сцене состоится концерт «Саровских музыкантов», «БДТ» и «Зе-групп». Но и это еще не все музыкальные сюрпризы. В этом году гостями нашего города станут Нижегородская опен-эйр-группа «Чкалов», которые участвовали на открытии фан-феста в городе Нижний Новгород. Ну и, конечно, в этот день будет работать фан-зона. В 5 и 9 вечера все, кто с интересом наблюдает за матчами Чемпионата мира, смогут посмотреть трансляции одной восьмой финала.